здравствуйте на канале экзегет мы продолжаем беседы о книгах ветхого завета сегодня постараемся обчитаться в книгу иова это очень интересная книга и конечно все знают о иовы многострадальным человеке испытавшим страшные тяготы и подошедшим через эти тяготы к такому величию богопознания которого даже не ожидал начинается книга так был человек в земле уц имя его иов и был человек этот не порочен справедлив и богобоязнен и удалялся от зла и родились у него семь сыновей и три дочери имение у него было 7000 мелкого скота 3000 верблюдов 500 пар валов и 500 ослиц и весьма много прислуги и был человек этот знаменитие всех сынов востока и так как видим это преизобильное богатство иова который исчисляется такие символическими числами 73 5 такое прослабление его как богобоязненного и весьма благочестивого дает картину совершенству жизни однако дальше происходит странное кстати сказать о было и самом легендарной ли это личность или некое историческое как историческая личность и они обещать упоминание в ветхом завете когда причисляется праведники даниил но их и иов и можно по некоторым данным отнести события которые здесь описываются и сама жизнь его глубокой древности есть данные на из анализа текста которые могут сказать напротив что это книга написано уже ближе к временам новую заветному там в третьем веке до нашей эры не не в этом суть когда бы не было написано и насколько легендарная или историчная личность его содержание книги очень важно для изъяснения самого самой сути религиозного опыта ветхосоветных иудеев и заботой автора составителей учителей книжников израильских которые формировали корпус ветхого завета было не хроники написать о тех или иных героях истории а учить народ правде и вот о какой правде говорит эта книга будем думать читаю ее подряд и так вслед за этим вступлением где говорится о благополучии иова говорится и о таком странном событии и был день когда пришли сыны божии предстать перед господа между ними пришел и сатана вот может возникнуть вопрос как это стук сатана каким-то персонажем который может предстать среди прочих сынов божьих однако это не единственный случай когда ветхий совет говорит об этом духе который как бы оказывается участником неких событий необходимым по обстоятельствам какими располагает господь например кредит в третьей книге царств и сказал михей выслушай слово господнее это говорит пророк я видел господа сидящего на престоле своем и все воинство небесное стояло перед ним по правую и по левую руку его и сказал господь кто склонил бы ахава чтобы он пошел и пал в рамофе галацкого и один говорил так другой иначе и выступил один дух стал предлицем господа и сказал я склоню его и сказал ему господь чем он сказал я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его господь сказал ты склонишь его и сделаешь это пойди и сделай так и так воля божья об ахаве совершается действием вот этого духа искусителя ахав мог бы не искушаться человек выбирает сам быть искушенным или не искушенным действием противника божьего или например первой книги про лепоминон и восстал сатана на израиля и возбудил давида сделать счисление израильтян по закону не нельзя было совершать эту перепись почему а потому что народ принадлежит не царю а богу как только явились цари они стали господами народа народ как бы народ царю принадлежит они забывал при этом что он народ божий принадлежит богу исчислять народ царю не следует как свое имущество так вот данном случае это некое такси бессознательное действие давида нет он посчитал себя как царь в праве числить народ а этого не следовало делать это было искушением и вот некий конкретный дух это искушение приводит ему мы читаем низвержение сатаны в книге откровения от богослова и низвержен был великий дракон древний змей называемый дьяволом и сатаною обращающие всю вселенную и так именно конец мировой истории как описывается он в апокалипсисе является окончательной победой над сатаной который все время исторической которой человек после грехопадения сам живет по своей воле искушает человек так вот и тут этот дух ревновал к иову и господь позволил ему испытать верность иова так чтобы только сама жизнь иова сохранилась и имущество и его здоровье и всего благополучия мог повергнуть сатана и что же дальше и вот начинает свой вопль свое обращение к богу он отвержен он который был величественным большинства людей оказывается на гноище то есть сидит на пепле скребет свои черепком свои коросту от проказы и погибли его дети и все его имущество он кричит на что дан страдальцу свет и жизнь огорченную душевую которые ждут смерти нет ее которые вырыли бы ее охотнее нежели клад это можно сравнить с псалмом давида 87 в псалме такие слова я сравнялся с нисходящими в могилу я стал как человек без силы между мертвыми брошены как убитые лежащие во гробе о которых ты уже не вспоминаешь и которые от руки твои отринуты под такой прямой личный вопль к богу у давида и его от книга премудрости салмоновой утверждает следующее бог создал человека для нетления и соделал его образом бытия своего но завистью дьявола вошла в мир смерть испытывают ее предлежащие к уделу его то есть те кого дьявол себе подчинил они в конце концов входят смерть и вот этот как неправду как то что противоречит божественному замыслу понимает давид смерть также и и уж смерти нет правда он же и уж поскольку повержен до предела проклинает свое рождение и уж я сам этим бомблем он спорит с богом погибли день в которой я родился для чего не умер я выходя из утробы и не скончался выходя из чрева около и вода его присутствуют его друзья люди также почтенные и как и его богобоязненные к нему приходит и жена у которой находят кардинальный способ его покончить со страданиями похули бога и умрешь говорит она однако для его ведь самая большая мука сам большая мука не в том что он что все потерял и весь изранен проказы для вас вами большая мука непонимание зачем это произошло ему нужно иметь ответ от бога не успокоит ему ничто другое его друзья люди благочестивые знающие законы слушающиеся закона начинают также его внушать проказалась мы простые истины говорит или фас блажен человек которого разумляет бог и потому наказание вседержителя не отвергай ибо он причиняет нам раны и сам обязывает их он поражает и боже рука врачует как бы смирись и уж не может смириться научите меня я же молчу укажите в чем я повинен и ведь до него явно какая-то сверх всякой логики бессмыслица этого страдания он хочет знать смысл и далее он обращается в богу так что такое человек что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое посещаешь его каждое утро каждое мгновение испытываешь его такой лишь и ты не оставишь такой ли не отойдешь от меня до колик дашь мир проглотить слюну мою если я согрешил то что я сделаю тебе страж человеков зачем ты поставил меня противником себе так что я стал стал сам саму себе в тягость и зачем бы не простить мне греха и не снять с меня беззаконим его его вот я лягу в прахе завтра поищешь меня и меня нет какое тут удивительное дерзновение и уж знает всем своим существом что не бессмысленно его присутствие на земле что он не просто так прах зачем он как прах перед богом на это отвечает ему велдат другой друг неужели бог извращает суд и вседержитель права превращает правду если сыновья твои согрешили перед ним то он и предал их в руку беззакониях если же ты взыщешь бога и помолишься вседержителю и если ты чист и прав то он ныне же станет над тобою и умиротворен жилища правды твои понимается ли камушь без влаги растет ли камушь без воды то есть нет дыма без огня нет это ходячая истина его не утешит и уж отвечай так не видим я и них не хочу знать души моей презираю жизнь мою все одно поэтому я сказал что он то есть бог губит и непорочного виновного то есть какие-то обвинения богу звучат из уст его если этого то есть виновного он поражает мечом вдруг то пытки невинных посмеивается да отстранит он от меня жезл свой и страх его да не ужасает меня и тогда я буду говорить и не убоюсь его ибо я не таков сам себе какая твердая уверенность в некой правоте своей это не гордыня это искренне искание правды пусть его господь докажет убедит откроет нечто чего и у нас уж его совершенно невнятно и он обращается к богу так что ты ищешь порока во мне это пытаясь греха во мне хотя знаю что я не беззаконник и что некому избавить меня от руки твоей немало ли дни мои оставь отступи от меня чтобы я немного ободрился прежде нежели отойду и уже не возвращусь страну тьмы есени смертной страну мрака каков есть мрак тени смертной где нет устройства где темно как сама тьма то есть в небытие тут стоит вопрос именно как знаем эту формулу знаменитую шекспир русскую быть или не для чего быть вступает со своей речью третий друг сафор на нибудь дикой звучит требования и его к богу он любит это богоху богохульство он не может смениться с тем что человек пытается с богом нарвать на равных допытываться истины и сафор говорит ты сказал суждение мое верно и чистая в очах твоих но если бы бог в вас глагол и открыл тебе тайны премудрости что тебе вдвое больше следовало бы понести и так знай что бог для тебя некоторые из беззакония твоих предал забвению можешь ли ты совершенно постигнуть содержителю то есть сафора вопрос вообще не может быть к богу почему и зачем раз так значит надо раз надо значит за дел но и уж не по пропиской мудрости знает о божьей правде он своим сердцем и учует ее хочет сговорить с богом на равных вот как обращается вот он убивает меня но я буду надеяться я желал бы только отстоять пути мои пред лицем него двух только вещей не делай со мною и тогда я не буду скрываться от лица твоего удали от меня руку твою и ужас твой да не потрясает меня то есть как бы дай вздохнуть облегчи мне минуту тогда зови и я буду отвечать или буду говорить я а а ты отвечай мне вот такое требование партнерского прямого общения друг с другом бессмысленным и кощуственным кажется такой порыв иова для его собеседника или фаза это или фаз говорит что стремляешь против бога дух твой устами твои произносит такие речи что такое человек чтобы быть ему чистым и чтобы рожденному женщины быть праведным вот он и святым своим не доверяет и небеса нечисты в очах него тем более нечист и растлен человек пьющий беззаконие как воду а у его совершенно другое понимание бога нежели у сафора или фаза или велдада он потому и требует ответа от бога что не теряет надежды на него он говорит и я мог бы также говорить как вы если бы душа ваша была на месте души моей лицо моё по погровел от плача и на веждах моих тень смерти при всем том что нет хищения в руках моих и молитва моя чисто и ныне вот на небесах свидетель мой и заступник мой вышних заступись поручить сам за меня пред собою иначе кто поручиться за меня он к богу обращается чтобы кого бог оппонировал его друзьям которые неправы они не так судят о боге сам заступиться меня сам открою истину если не сдал он к перейти и уговорил что некому избавить его от руки божьей то здесь он видит бога самого своим ходатаем целителем его правды вместе с воплями о страдании и унижении своем его поражает надежда на божественную милость и и главное на встречу с богом друзья его рассуждают совсем по-другому о встрече с богом лицом к лицу они не помышляют их вера довольствуется законом и здравым смыслом и лучше в своем порыве прозревает воскресенье из мертвых вот какие строчки книги его 19 главе он говорит а я знаю искупитель мой жив и он последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию и я воплотим они узлю бога и узлю его сам мои глаза не глаза другого увидят его истаивает сердце моего груди моей о как сказано мои глаза не глаза другого то есть абсолютная надежда на прямую встречу в живую истаивает сердце моем груди мои вот в чем томление его не в потере верблюдов и ослов и имущества даже не в болезни вместе с болью и отчаянием он выражает предвкушение выше радости вот что мы слушаем этих словах иова последней своей речи иов настаивает на своей правоте он говорит так жив бог это клятва лишивший меня суда и огорчивший душу мою что такое еще дыхание моей во мне и дух божий в назрях моих не скажет уста мои неправды язык мой не произнесет лжи обратим внимание на это тоже клятвенное заверение доколе дыхание моего во мне и дух божий в назрях моих вспомните предсотворение человека господь вдохнул в него душу живую человек вот ветка заветный истории верный израильтянин сознает что его дыхание это действие духа божьего и доколе дух божий в назрях моих он говорит то есть нет никакой жизни физически как мы ее понимаем которые обеспечиваются функциями организма там дыханием кровообращением чем-то еще нет не функциями организма обеспечивается жизнь и дыхание это не просто действия легких это действие бога который восстанавливает дает человеку жизнь и содержит ее восстанавливает ее это действие духа божия так вот крепко держал я правда бою и не отпущу ее а если бы кто выслушал меня вот мое желание чтобы все держитель отвечал мне и чтобы защитник бой составил запись то есть протокол так сказать я носил бы ее на плечах как как оправдательный приговор именно и возлагал бы ее как венец объявил бы ему число шагов моих то я готов каждый свой шаг перед богом открытие сблизился бы с ним как с князем вот такое такая жажда такой порыв такое ожидание таки непонятные друзьям иова и выступает 4 самый молодой елеуй он воздерживалась от комментариев до сей поры потому что уступал слово старше он негодует на то что и уж не вразумляется а старшие его друзья не в состоянии убедить этого упорного и они перестали отвечать и воду потому что он был в прав глазах своих вот речь и люди она составляет с 32 по 37 главы книги это такая длинная речка ну как конечно и свойственно восточной литературе многоречивая он утверждает что всесилие божье непостижимо противостоять ему и спорить с ним кощунство он говорит все держитель мы не постигнем его он велик силою судом и полнотую правосудия он никого не угнетает посему благоговеют перед ним люди и до трепещут перед ним все мудрые сердцем вот не правда ли религиозно убежденные силе и вызывают уважение и с доводами его трудно не согласиться но всякие скажут бог прав богу виднее такое вот поверхностное представление о ветхозаветной религии она обычно однако важнейшее ветхом завете не достижение земной человеческой мудрости который привезли к таким вот убеждением что правда залогом последний нам ее никогда не постигнуть важнейшее ветхом завете это движение к богопознанию приобщение к премудрости божией вспомним что история ветхом завета началась как странство мне и оно должно привести человека вело человека к встрече и просто ограничиться некой суммой человеческих пониманий недостаточно для искренне верующего иудея приобщиться к премудрости да для прославления премудрости выделено большое место в этом тексте книги и вот вся двадцать восьмая глава вот несколько стихов из этой главы но где премудрость обретается и где место разума не знает человек цены и и она не обретается на земле живых бог знает бог знает путь ее и он ведает место и и когда он ветру полагал веса располагала воду нам быть по мере когда он назначал устав дождю и путь для молнии громоносный тогда он видел ее и явил ее еще испытал ее и сказала человеку вот страх господин есть истинная премудрость и удаление отдел зла разума прославляя премудрость божию и уф не отрекается от своих вопрошений но напротив утверждают только ею будет удовлетворен премудрость божия это повторю для иова не просто человеческое рассуждение он именно божественной мудрости должен быть удовлетворен не человеческими домами и когда кончены его слова и и последнее обличение люя начинает говорить бог господь и увы из бури сказал кто сей обращающие провидения словами бессмысла припояв ныне чресла твои как муж я буду спрашивать а ты отвечай мне заметим как бы бог реагирует на требования иова ты говори я буду отвечать или я буду спрашивать а ты отвечай мне такой бог отвечает ирония творца звучит дальнейшей речи бога мы читаем это место на страстной неделе как до примех и она очень уместно именно в эти дни при нашем приближении к страстной неделе к испытанию распятиям и к воскресению в чем смысл в чем наконец смысл жизни человеческой и ирония божественная напоминают иову как человек далек от малейшего понимания знания видения божественных путей как все мироздание творилось был ли ты видел знаешь ли ты как ликовали духи при первом появлении частиц вселенной приблизительно так где хранят где хранилище снега как возникают верны ветры как удерживается море берегами все вот это вот величие божественного творения насколько мог его себя обозреть своем воображении человек древности так напоминает господь о нем его чтобы его понял нет ни моего разума это и тела не каких-то так сказать рассудочных объяснениях которые наконец его удовлетворили после этих слов бог замолкает и иов отвечает ему я слышала тебе слухом уха теперь же мои глаза видеть тебя он раскаивается но это раскаяние не сожаление не сознание вины своей в том что он вообще смело вопрошать бога нет только через это свое упорное вопрошение через это преодоление страданий и не уже нигде не просит в этом в этом тексте о том что бог оставил его страдание сказать вот избавь меня верни мне в потерянная не виноват дай мне опять здоровья но чем же я применился я буду послушный и так дальше нет он спрашивает зачем в чем твой промысел господи он бога хочет узнать истину божью так он и узнает только не в ответах на словах не в рассудочных каких-то формулах он узнает не о боге он узнает бога он любит этого вот чем наградил господь верного своего и упорного верного я слышал тебе слуха муха теперь же мои глаза обидеть тебя испытание терпения стала для его высшим благом от бога который удовлетворил жажду чистого сердца своего раба прозрение и его исполнилось он воплотисовании узрел бога искупитель и восставила его из праха и входит в новую жизнь больше благо чем иов имел на земле быть и не может недаром это так и символическими цифрами исчисляется там семь тысяч одного три тысячи другого пятьсот этого и эти прекрасные дети и все это довольство это такой символ полноты жизненного довольства большего и не может быть она рухнула чтобы войти в другую жизнь но войти в эту жизнь может только встречи с богом не тем чтобы бог оставляя нас на своем месте объяснил нам некоторые вещи нет все наше прежнее должно разрушиться и порваться и войти в иное бытие может и человек ищущий бога воистину так вот это прообраз того о чем евангелие от мальфея господь говорит апостолу истинно говорю вам что вы последовавшие за мною в паке бытии то есть другом бытии когда сядет сын человеческий на полисло на престоле славы своей сядете вы на двенадцати престолах судить 12 колен израилевых почему это относится и к его а потому что господь указал что его был прав в том споре который с ним вели его друзья прав был и уж и он готов наказать его друзей за то что ли не право судили о друге моем его и говорит господь так вот пусть теперь и узелах помолиться и у действительно помолился за них чтобы отпустил им господь их малодушие или дальше как мы читаем евангелие о восполнении при избытке всей жизни человека в его новом бытии воскресенье и всякий кто оставит дома или братьев или сестер или отца или мать или жену или детей или земли ради имени моего получит востократ и расследует жизнь вечную так читаем и в 18 главе евангелия от матфея потому книга и увы и читается на страстной неделе что неотступная вера его перенесшие все страдания а главное перенесшие искушение вот этими вопросами его друзей она ведет к воскресенью книга ивы открывает очень многое для того чтобы вникнуть в мистический опыт ветхого завета но об этом надо поговорить в отдельной беседе до новых встреч внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео